Всем привет дорогие друзья, новый выпуск по роялю, сегодня я покажу колоду, я покажу вам годные атаки Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, потому что в скором будет еще много разных интересных дек, ну и много разных атак В общем ребят, сегодня тема пойдет у нас про большое испытание и также эта дека подойдет и для глобала Значит, я не зря назвал ролик 6 побед подряд в гранде с этой колодой, потому что на самом деле с этой декой реально 12 побед подряд в 6 раз И парень этот, который делает эти испытания, говорит, что может еще больше В общем, как вы поняли, это испытание мне пробустили на 12-0, сейчас я вам покажу лог боя, значит 2 победы по 12 раз И также на его аккаунте 4 победы, но я не захотел записывать на его аккаунте, я предложил, чтобы он прошел мне И я сделал такой вот ролик, я надеюсь вам он понравится и надеюсь вам эта колода подойдет Ребята, дека лава с шахтером, в принципе, знаете, ничего нового Лава шар это давно известная всем связка, но вы знаете, именно конкретно этой комбинации я был немножко удивлен Во-первых, что здесь земля, только банда гоблинов, то есть, ну не знаю, вот не такие карты, как бандитка, там мортира Ну ладно, мортира не встречается в гранде, но в глобале будет, там арбалет, вот как их дефать, я не знаю Вот, в общем, сейчас будем смотреть атаки, но с этой декой он сделал 6 побед по 12, не, 6 раз подряд 12 побед в гранде Это реальный респект, парень хорошо играет, колода также неплохая, сейчас будем смотреть вместе с вами В общем, ребят, смотрите, следующая ситуация, пишите в комментариях, какая вас колода интересует, играете ли вы в испытаниях, возможно в глобале Этот парень и также, как и Кристаллы обещал, тоже будут ролики совместные, продемонстрирую вам разные деки, разные его онлайн атаки Потому что то, что показываю я, это тоже прикольно, интересно, я тоже стараюсь Но все-таки, ребят, они лучше играют, они больше понимают колоду, они больше понимают игру И, ну, блин, что тут скрывать, они лучшие игроки Поэтому я считаю, что будет хорошим примером показывать их атаки, показывать их колоды Поэтому спрашивайте в комментах, какие вам будут интересные деки, они и мне будут интересны Поэтому давайте вместе составим деки, какие вам надо И покажу, запишу отдельное видео Обязательно ставьте палец вверх, наберем 5000 лайков, а сразу же выходят следующие ролики Ну и подписывайтесь, естественно Ну, погнали, теперь посмотрим повторы Значит, последний противник, ребята, 5850 кубков Давайте посмотрим рекорд Давайте посмотрим теперь эту атаку Значит, колода, шкок плюс этот, мега рыцарь Ну, на самом деле, может и несколько быть связок Возможно, будет еще и пека в этой колоде Ну, которую вы можете встретить в Гранде Но не суть, в принципе, нам мега рыцарь, пека разницы не имеет Даже мега рыцарь нам посложнее Потому что у него, во-первых, сплэш урон И, во-вторых, у него чардж есть Пека, если она идет, то она идет медленно А мега рыцарь передвигается по целям очень быстро Итак, смотрим Мега муха плюс банда гоблина Восстанавливаем хога с гоблинами Мега муха с банда гоблин Восстанавливаем хога с гоблин Да, все верно И первая атака у нас была шахтер плюс 3 миньончика Ну, как видим, немного урона нанесли Мы пропустили больше Смотрим дальше Готовится сейчас 3 миньона со стороны оппонента С нашей стороны готовится, так понимаю, лава Я, повторю, ребят, не смотрел Поэтому комментирую и смотрю первый раз вместе с вами Лава с краю карты Окей, мега рыцарь также с краю карты Ну, естественно, тут логичнее всего подкинуть это пламенного дракона Окей Смотрим Пламенный дракон, но у противника есть громовержец Я думаю, что сейчас он будет выпущен Плюс 3 мушки и сейчас будет гром Но гром не достанет до пламенного Поэтому мы быстренько уничтожаем его мега рыцаря И мега рыцарь не наносит урон Видим, да, если его не будет никто пламенного дефать То он полностью убивает мега рыцаря Отлично Нам повезло, мы нанесли какой-то урон Потому что нас деф... Отлично, смотрите, еще и пламенный дошел к вышке Его запнули, но... Камон, все равно урон прошел немаленький 1200 хитпоинтов оставили Неплохо, слушайте, мне понравилось Смотрим, что будет дальше Сейчас на двоном эликсире я думаю, что будет намного сложнее Потому что... Блин, это не лава шар, ребята Это не та колода, где вы можете сделать комбинацию очень хорошую И полностью запушить вышку Здесь реально надо думать Мега рыцарь плюс 3 миньона на правую вышку Мы в ответ бросаем пламенного Запа у него нету, поэтому мы сжигаем мега рыцаря Но все равно урон прошел 1800 хп осталось, поэтому противнику можно сменить даже сторону Мега муха к лаве подкидывается Там громовержец И ледяным големом отвлекается мега муха Ну, противник, напоминаю, с рекордом 5850 Ну, тот парень, который мне сейчас испытание делал Тоже на таком же рекорде Поэтому они, можно сказать, наравне по скиллу Но, как видим, у нас колода тащит лучше Плюс шахтер Блин, я не успеваю следить за поединком Так все быстро происходит Плюс фаербол на громовержеце Забираем грома и забираем тем самым вышку Остается 30 секунд Блин, да, смотрите Вообще налегке дефим Хоть у нас всего лишь банда гоблинов по земле Нам всего лишь нужно отвлечь какого-то юнита Все за нас сделает воздух Пламенный дракон, мухи, мега муха Фаербол наперед Остается 15 секунд Это невозможно Невозможно уже снести Какая пуш-атака не была Там просто еще пламенный Мега муха жива Видим, что мы все силы кинули налево А противник идет по правой стороне Ну, сейчас просто фаербол бросается 2 секунды, 1 победа Мы даже не были Нас даже вышки к опасности не подходили Потому что 1000 хп оставили И то это, по-моему, мега рыцарь нанес С хогом мы практически не подпускали Хорошая игра Вот, не было, я думаю, ничего такого потного Поэтому Я думаю, что каждый сможет с этой декой сыграть Давайте посмотрим еще какой-то повтор Я в основном смотрю на рекорды Чтобы это было Хорошим показателем Ну, вот 5600 Я думаю, неплохой Пример будет Плюс это шарик Шарик тоже популярная дека В связке с шахтером Легеном и големом Мега рыцарем Либо пекой Опять же, не важно Окей, смотрим У нас есть 3 миньона плюс шахтер Я так понимаю, что сейчас мы эту комбинацию будем использовать Или же нет Или будет лава Я не знаю Смотрим Лава Лава с краю карты Окей Ледяной голем со стороны оппонента Ух, долго-долго простаивал эликсир Наш соперник Поэтому по элику мы должны быть чуть-чуть в плюсе Окей Летят летучие мыши Сейчас будет зап Одну мышку не задели Но ничего страшного Подкидывается еще 3 миньона И сейчас готовится шахтер Нет Было принято решение выбросить мега муху Потому что там были гоблины Они бы нанесли немало урона Шахтер там подчищает ванду гоблинов И взрывается лава Урон, конечно, не наносим мы по вышке Потому что танкует у нас мега рыцарь Ну не у нас точнее А у противника И мега рыцарь, как видим, втанковал урон Соответственно, ему дамажить сейчас не с чем Хотя один прыжок он сделал Один прыжок и все И больше урона он не нанес Пока мы плюс-минус идем наравне Снова выбрасывается лава с края карты И готовится, как видим, шахтер И я так понимаю, шарик Или нет А, ну на самом деле, ребята Противнику реально трудно контрить лаву У него миньоны Ну точнее летучие мыши, которые запом убиваются Банда гоблинов и громовержец По сути, урона особого не наносят И очень легко контрятся Фаерболом, там, запом Я не знаю, еще какими-то юнитами дополнительными Поэтому в этом плане, да Противнику, наверное, сложно против лавы Из-за этого был луз Хотя, ну не знаю, ладно, смотрим Лава взорвалась И нанесли немножко урона Осталось 1080 хп И противнику нечем переходить в атаку Видим, да, у него эликсира вообще нет Он все тратит на деф И все же там теряет на своей половине Окей, смотрим дальше Ну сейчас, я так понимаю, двуные эликсиры Сейчас, конечно же, пуш получится Потому что у нас, так скажем, развязанные руки Мы сможем и фаербол подкинуть И запи шахтеры, и пламенного В общем, всех юнитов, которые у нас есть И, кстати, обратите внимание У нас колода относительно недорогая Так, мегамуха на шарик Значит, у него связка только что была Шахтер танчит, шарик залетает Но у нас мегамуха и 3 миньончика Естественно, мы остановим шарик Банда гоблинов Я бы сейчас запнул О, отличный зап сейчас будет Вообще всех заберет Видим, да, у противника нечем дефать Вот, кинул громовежца Ну что один громовежец сделает Против трех воздушных юнитов Плюс еще шахтер на громовежца Сейчас он его немножко поддамажит И, соответственно, отвлечет таргет Просто вообще игра идет в одни ворота Хотя у нас тоже, я вам скажу Не так уж и много хитпоинтов 1300 Можно забрать Это не та дека с хогом Которая предыдущий был повтор Тут можно забрать на изи Так как у нас шарик Не у нас, точнее, извиняюсь У противника шарик Поэтому все-таки шансы есть Но на данный момент, как видим Слишком много дефа с нашей стороны Поэтому шарик не пройдет Все, 2 секунды, 1 победа Вот такой вот был бой И еще Еще сейчас посмотрим одну атаку Которая меня очень интересует, ребята Это спеллбейт Вот прям очень интересно И знаете, очень будет хороший повтор Сейчас вам покажу Покажу этот повтор Я его не смотрел Я просто знаю, что он есть Вот Солнышко из клана Шайтаны Ну, я думаю, этот клан все знают Он в топ СНГ Там я не знаю, какое место То есть, ну, в этом клане Просто сильные игроки И как раз колода спеллбейт Почему именно эта дека Меня интересует Потому что, во-первых, она популярна А во-вторых, мне интересно Как дефать эту колоду Потому что у противника есть инферно У него есть гоблинская бочка У нас нету бревна То есть запом трудно контрить бочку Поэтому смотрим Мне это очень интересно И это будет полезно Как и для меня, надеюсь Так и для вас Итак Противник Солнышко С Шайтаном Походу узнал мой ник Но На аккаунте был не я Вот Поэтому Я думаю, что Его То, что он меня узнал Это его обмануло Так, смотрим дальше Идет принцесса по правой стороне И лава летит слева Окей Я так понимаю Сейчас будем Ага Сразу в лоб нам ставится инферно Пламенный на принцессу Зап Решили запнуть инферно И в принципе Неплохо Так как инферно Сагрилась не на лаву А на миньончиков И полностью Живая лава Продолжает Атачить У противника Тот, который со сплбетом Играет Очень быстрая колода Думаю, вы ее уже знаете Поэтому Снова принцесса Нам приходится Контрить шахтерам Ну блин, рыцарям Рыцарям отвлекают шахтера И принцесса остается в живых Ну вы посмотрите Что происходит Да как так, блин Офигеть Минус вышка Я думал Тут будет Такой потный бой И думал Мы будем сначала Проигрывать А потом Каким-то чудом Затащим Но нет Мы просто Забрали вышку Ну теперь Знаете Отдефаться Как бы Не так уж и Трудно будет Хотя У нас есть Все шансы Еще забрать И вторую Я кстати Не знаю Какой результат Боя Окей Смотрим Дальше Итак Противнику Кстати Со спеллбетом Очень трудно Контрить Пламенного Ну как Очень На самом деле Можно законтрить Там есть Ледяный дух Банда гоблина Все дела Но все таки Если пропустить его Запа нету Больше ничего нету Что можно сбить каст Кроме как Ледяным духом Вот Поэтому Вот Просто когда я играл С арбалетом В большинстве случаев Противники со спеллбетом Пропускали моего Пламенного дракончика Либо духа где-то тратили Либо еще что-то Из-за этого Я сносил вышки Только пламенным Но это такая Возможно просто Совпадение Не знаю Возможно и легко Контрить Так Лава Снова выпущена была лава Ну тут банда гоблинов Пойдет Ага Нет Пламенный Выброшен был Пламенный Я думаю Зап Будет Да вот он Зап Плюс миньончики Нет Мегамуха На принцессу Просто идеально Мы забрали Принцессу Тут у нас Шахтер наперед И пропускаем Банду гоблинов Соответственно Теряем Нет Не потеряли вышку Банда гоблинов Успели задефать Ну ни хрена себе Я думал там уже Минус вышка Окей Хороший был зап Сейчас все юниты Подберутся к вышке И все Вот он тот момент Где я говорил Что пропустил Пламенного дракона Да Был ледяной дух Но ледяной дух Это юнит Его сначала нужно выпустить Потом он пока прыгнет То есть это не зап Когда моментально Ты сбиваешь каст Из-за этого Сложно законтрить Пламенного дракона Видите да Сколько он урона нанес Ну и сейчас Естественно будет лава И Слева С левой стороны На нас идет Банда гоблинов Ну блин Я не знаю Там 800 хитпоинтов Осталось Там на самом деле Сколько Четыре или три фаербола Где-то Бросается фаербол На принцессу Просто изи Мне кажется Противнику Надо было принцессу Вбрасывать не возле вышки А где-то с другой стороны Чтобы мы фаерболом Не наносили урон То есть это была ошибка И смотрите как хорошо Втанковывает шахтер Плюс щенки Долетают к вышке Остается 189 хитпоинтов А это означает Один фаербол От безысходности Летит ракета Плюс бочка Ну мы все понимаем Что победа за нами Блин Когда смотришь этот бой Ну вроде бы все изи Ну мне кажется Я так не смогу Против спеллбейта В общем ребятки Вот такие вот были У нас Поединки С этой колодой И знаете Еще много Чего вам хочу показать Если вам интересно Это рубрика Чтобы этот парень Еще показал Несколько колод Вы предлагайте В гранде В глобале Какие деки Все это будет учитываться Обязательно ставьте лайки Если хотите еще колоды Ну и давайте откроем Испытание Ой сундук за испытанием Сейчас сделаю Скриншотик Для превью Ну и давайте откроем Сундучок Поехали Так 20 тысяч золота У меня уже 600 тысяч золота Скоро на фарм Лям Приходите на стриме На стримы мои Я там фармлю Миллион золота Итак Будет ли легендарка Кстати Лего уже падала Я вам скажу наперед Лего уже падала С испытаний Поэтому вряд ли Отлично Блин Шарик почти седьмого Ну ладно Так Слишком много Команок Так И тучка Нет Фуфуфуфуфуфу Вообще Вообще Отстойные рарки Ну дайте хотя бы полезный эпик 6 арбалетов Отлично Мне еще 10 штук И он будет седьмого уровня Что позволит мне играть В глобале Сундук неплохой И пека И шарик Мне нужен И арбалет Команки Рарки Меня не интересуют Потому что они уже практически У меня все фул Вот В основном леги И эпики Меня интересуют Ну что ж Ребятки Я на этом буду с вами прощаться Не забывайте Ставить лайки Подписываться на канал Ждите новые выпуски Они будут совсем скоро Желаю вам удачи Удачных сражений Надеюсь вам ролик понравился Всем до новых встреч Ребятки И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok